друзья всем маткульт привет мы студии в нашей и будем сейчас вместе разбирать задачи из 5 т-класса 444 школы по математике это вообще невероятный эксперимент когда в пятом их набрали до 11 ну если все будет нормально да будут учить вот по этой системе листочков то есть листочки сквозные на 7 лет подряд даже прям самому страшно до чего можно дойти за это время если упор научиться и все решать но мы пока пытаемся все решать цвета решает в основном сама но иногда с моей там помощью над некоторыми очень трудными задачами даже я думаю по 10-15 минут но вот листочек который сейчас мы разберем называется шахматной задачей и потом еще будет один бонус трек из не из ее программы а из какой-то из олимпиад которую я не обнаружил на обратной стороне задачу и офигел от нее я не помню откуда она взялась так и так шахматные задачи называется первое значит назовем доминошкой фигуру состоящую из двух рядом стоящих клеток ну понятно да вот хулиган вася вырезал цельную клетчатую фигуру из шахматной доски оказалось что в этой фигуре поровну черных и белых клеток но при этом ее нельзя разбить на доминошки приведите пример такой фигуры но понятно значит на уроке как я понимаю у них была такая классическая задача что если из шахматной доски вырезать две противоположные клетки то доминошками ее замостить нельзя это один из сюжетов про инварианты которые которые я часто значит использую в своих лекциях ну и там суть том что черных оказывается на две меньше да то есть 30 черных и 32 белых конечно доминошкой доминошками не замостишь любая фигура которую можно замостить доминошками должна содержать одинаковое количество черных и белых клеток но здесь хулиган вырезал клетчатую фигуру в которой одинаковое количество но вот надо придумать пример фигуры когда все равно нельзя будет ничего замостить но здесь вам надо поставить на паузу и подумать самим в принципе задача решается за ну не знаю секунд 10 вот поэтому постарайтесь ее решить сами ну а я вот изображаю ответ по крайней мере я ее решил за 10 секунд так 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 и так вот такой значит как сказать такие два значит ставших на попа две буквы т которые друг другу вот так вот прислонились ну вот что называется попробуйте разбить раз два три 4 5 6 7 8 все правильно черных и белых тоже поровну вот 4 черных и вот 4 белых вам пожалуйста ну понятно что никак нельзя замостить потому что я не знаю нужно это объяснять или объяснять уже не нужно ясно что вот эта клетка может быть только вот так устроена и тогда вот это уже без всякого доминошки остается так вторая задача вторая задача как раз та о которой я только что сказал из шахматной доски вырезали пункт а одну клетку пункт б 2 угловые клетки лежащие на одной диагонали можно ли оставшись фигур разрезать на доминошки да здесь это вторая задача ну как я уже сказал но если одну вырезали понятно что нельзя из отчетности просто клеток а если две то из-за того соображения о котором я упомянул так что сразу переходим к пункту 3 тут идея как бы такая что везде нужно будет найти какой-то вариант везде нужно найти что то что вот ну что сделать невозможно по каким-то внутренним причинам ну и в каждой сдаче мы будем это быстро находить замок имеет вид прямоугольника размером 7 на 9 клеток нарисуем замок нарисуем вот здесь замок чуть чуть более такой вытянутый чтобы было 7 на 9 каждая клетка кроме центральной эта комната а в центральной клетки находится бассейн в каждой сине стене а то есть стороне клетки разделяющий две соседние комнаты проделана дверь можно ли не выходя из замка и не заходя в бассейн обойти все комнаты побывав в каждой ровно по одному разу понятно когда вы такое увидите вы понимаете что ответ нет хотя бывает и ответ да взял и обошел да но в данном случае ответ будет нет так слишком я взял много тут мы сделаем вот так вот да вот это бассейн вот тут вот плавает вода сюда заходить нельзя дальше соответственно остается 3 на 4 чтобы мне не ошибиться да вот так вот так тик тик и тик а вы пока думайте сами думайте рисуйте у себя ставьте на паузу решайте эту задачу ну вот я пошел но пока вроде все обходится да так взял обошел да вот так так сюда пошел сюда пошел ну правда плохо шел наверное надо по-другому идти ну короче можете в начале много раз походить а потом понять следующее. Давайте, раз у нас листочек называется шахматная задача, давайте, собственно говоря, раскрасим в шахматном порядке то, что у нас здесь нарисовано. Наш замок. То есть будут комнаты черные и белые. Черные и белые. Вот. Вопрос. Сколько каких комнат у нас? У нас 7,963, то есть 62 комнаты, не включая бассейна. 62 комнаты. Ну и что? Что видите? Что бассейн занял место белой комнаты, а черных и так было больше. То есть соотношение черных комнат к белым 32 к 30 ровно так, как было когда у нас вырезаны вот эти две. Но только здесь была задача замостить доминошками. То есть мы сразу понимаем, что замостить доминошками здесь нельзя, но у нас же здесь просят не доминошками замостить, а что-то другое сделать. Но, на самом деле, если бы такой был путь, да, то можно было бы замостить доминошками, потому что первые две клетки пути, да, это всегда через комнату проход. То есть получается, что можно первые две клетки всегда объединить в одну доминошку. Потом третью, четвертую тоже будет всегда можно объединить в одну доминошку. Ну и так как бы иногда доминошки будут, как здесь, вертикальные все время. В какой-то момент будет горизонтальная доминошка. То есть я свожу задачу обхода к задаче о доминошках. Но можно и напрямую заметить важное для дальнейшего соображения, что любой путь любой путь чередует черные и белые клетки. Всегда. Вот. И белые. Ну, как нарисовать белую? Просто без этого самого. Вот. И, соответственно, если путь даже будет нечетный, да, в данном случае путь не может быть нечетным, потому что с нас требуется, чтобы он все 32 клетки обошел. И четный путь это просто замощение доминошки. Ну, просто из него сразу получается замощение доминошками. Вот так скажем. А нечетный путь характеризуется все равно тем, что черных и белых в нем должно быть количество отличаться на единицу. То есть если у меня есть путь нечетной длины, то тогда первую мы какую-то имеем, там, например, черную. А дальше остальные можно, как бы, доминошками представить. Поэтому остальных будет поровну. Или первая была белая. Вот, соответственно, будет либо черных на единицу больше, либо белых на единицу больше. Ну, а при четном пути будет поровну. Это будет важно в следующих задачах. А это мы с вами решили. Нельзя, потому что... Потому что... Вот. Потому что либо через соображение доминошки, что путь превращается в замощение, либо вот эта вот идея, что чередуются черные и белые, поэтому если их черных было на две больше, то ничего и не выйдет. Аааа! Пункт 4! Задача номер 4 это жесть. Можно ли... Пункт А. Можно ли расставить в клетках квадрата 4 на 4 числа от 1 до 16 так, чтобы число в каждой клетке было или больше всех чисел, стоящих в соседних по стороне клетках, или меньше всех этих чисел? Пункт Б. Тот же вопрос для квадрата 444 на 444. Вот это первый пункт. Тут можно пытаться как-то. Ну, хотя бы можно попробовать. А тут есть 444 на 444, то вы, конечно, да, вот эти вот числа от 1 до 444 в квадрате нужно поместить. Здесь, соответственно, от 1 до 16. Но здесь можно случайно догадаться. Честно вам скажу, когда я начал над этой задачей думать и попробовал что-то, у меня ничего вообще не получилось. Сколько бы я ни пробовал, у меня ничего не выходило. Я подумал, что я как бы совсем тупой, уже стал абсолютно тупой. И потом вдруг, вдруг меня осенило. Или как раз Света, что ли, угадала. По-моему, Света, что ли, эту задачу. Ну, вот, я и кажется... В общем, короче говоря, решение приходит, как вот молния, да, прозрение, которое молния бьет в голову. Здесь совершенно не важно вообще размер квадрата. Да, нажимайте на паузу. Нажали? А теперь решение. Пусть будет 2n на 2n. Так, чтобы получилось счетное количество всего. Тогда при превращении этого всего в шахматную доску у нас будет одинаковое количество черных и белых. Именно потому, что четное на четное. В каждой строке черный-белый, черный-белый, так далее, черный-белый. Белый-черный-белый-черный, так далее, белый-черный. То есть здесь одинаковое число черных и белых клеточек. Теперь что мы делаем? От 1 до 2n квадрат ставим в черные любым способом, которым только вы хотите. От 2n квадрат плюс 1 до 4n квадрат, которые есть 2n, возведенные в квадрат, ставим в белые тоже любым образом. Ну, я не знаю. Эта задача, вот я, если честно, такие задачи не очень люблю. Потому что догадаться до них невозможно. Ну, нужно быть как бы гением. Да, вот я не гений, я тупой. Я догадаться до этого, я не могу. А придумать как-то иначе, ну, тоже, ну, вот ты ходишь вокруг-то около. То есть это идея, которая либо пришла в голову, либо не пришла. Ну, вот, как после того, как она пришла, она стала абсолютно очевидной. То есть, если у меня все первые половины забиты в черные, а все второй половины забиты в белые, то, естественно, каждый черный-то граничит только с белыми. А каждый белый граничит только с черными. Поэтому условие выполнено. Любой отсюда будет, всех соседей у него будет строго больше него, а любой отсюда, все соседи будут строго меньше него. И условие будет выполнено. Да. Так, я хочу пятую задачу оставить вам на подумать. Вот, то есть я не буду ее разбирать. Может, когда-нибудь еще разберу. Пятая задача. На столе рубашкой вниз лежит игральная карта. Вот она лежит. Можно ли, перекатывая ее по столу через ребро, ну и так далее. Добиться того, чтобы она оказалась на прежнем месте, но рубашкой вверх. Это пункт А. Пункт Б рубашкой вниз и вверх ногами. Не буду разбирать. Потом вернемся когда-нибудь и разберу. Чтобы закрепилось. Это вариации на предыдущую тему, но тут надо аккуратно, так сказать, посмотреть, что именно сохраняется. Ну, ладно, подсказку я сделаю. Нажмите на паузу, я сделаю подсказку. Отжали паузу. Подсказка такая. Ответ, что нельзя ни в первом, ни во втором случае. Так. Задача номер 6 и задача номер 7. Задача номер 6. Можно ли разрезать квадрат 10 на 10 на Т-тетраминожки. Что значит тетраминожка? Тут пояснение идет. Домино, запятая, тримино, запятая, тетрамино, запятая, пентамино и так далее. Тире фигурки, составленные из двух, трех, четырех, пяти и так далее клеток соответственно. То есть тетрамино это любая фигура, в которой четыре клетки. Например, вот это тетрамино. Но нам нужно Т-тетрамино. Т-тетрамино можно только одним способом понять. Вот оно, Т-тетрамино. И спрашивается, можно ли квадрат 10 на 10 разрезать на вот такие Т-тетрамино. Я сейчас буду стирать с доски, а вы думать. Потому что эту задачу как раз можно решить вполне себе по науке. Сейчас я сотру. Вы пока думайте и пытайтесь решить. Но с четностью даже и не надейтесь, потому что, ну в смысле так, вот брутальная четность ничего не даст. 10 на 10 это 100, 100 на 4 делится. То есть по количеству клеток вся доска является кратной. Количество клеток в Т-тетрамино. Следовательно, совсем уж на идиота не выйдет, что типа не делится на 4, поэтому не замастится. Нет, так не выйдет. Ну конечно, как вы уже поняли, потому какой настрой у меня тут, что ответ нет. Нельзя. И вот надо только как бы, ну как у всего листочка, настрой как бы на отрицательный ответ. И нужно только понять, что же там такое происходит. Но давайте поймем, что происходит. Допустим, я куда-то положил тетраминошку. И давайте посмотрим, что вот этого произошло. Вот я сюда положил тетраминошку. Ну, да. Куда-то же тут я положил тетраминошку. Либо так, либо наоборот, все равно я должен ее положить. Черное, черное, черное. Ага! Поняли, на что я намекаю? На то, что в любой тетраминошке, тетра, блин, тетраминошке три к одному соотношение цветов. То есть, если мы положим ее куда угодно, на любую раскрашенную в шахматную, в шахматные цвета, значит, область плоскости, у меня получится, что либо три черных и одна белая на ней попала, либо три белых и одна черная. Ну и что? А вот что? Тогда если х число вот таких, как я нарисовал, тетраминошек, я так по науке сейчас решаю, но можно, конечно, было бы и не по науке, а просто проговорить это. Значит, а у число вот таких, где у меня только одна черная клеточка, и она вот тут посередине, да, ну то понятно, что будет три х плюс у черных, х плюс три у белых клеток в той фигуре, которую я смог замостить с помощью этих х плюс у тетраминошек. Вот, 3х отсюда, у отсюда, и наоборот. Ну и так как в 10 на 10, да, 10 на 10, их по 50, черных и белых, а значит 3х плюс у равно у, х плюс 3у, ну из этого понятно следует, что х равно у. Ну можно было сразу, наверное, сказать, да, что если будет перекос в количестве вот таких вот, вот так легших и вот так легших на доску, то будет перекос в черных и белых цветах. А так как тут одинаковое количество, значит, соответственно, их должно быть поровну. Но если чего-то поровну, да, если этих и этих одинаковое число, х равно у, тогда всего их сколько? Их 2х. Четное число. Таких столько же, сколько таких. Значит, всего тетраминошек четное число. А сколько их всего на самом деле? 100 делить на 4, само собой, потому что в тетраминошке 4 квадратика, а всего их 100. Значит, 25 тетраминошек всего. Противоречие. Это нечетное число. Вот. Ну, или можете как бы так проговорить, да, по-другому, да, для ребенка, если вот вы попытаетесь это объяснить. Всего, очевидно, будет 25 тетраминошек, а значит, каких-то вот будет больше, чем других, таких или таких. А значит, черных или белых клеток должно быть больше. Ну, вот это крутая задача на самом деле очень. То есть, это задача, которую взрослый не решит. Вот нормальный взрослый ее не решит никогда. Вообще никогда. Это задача для детей с серьезными математическими способностями, уже натренированных. В пятом классе дети такие задачи вот решают. А взрослые их не решают, кроме, ну, профессиональных математиков, понятное дело. Ну, и наконец, последняя, которая будет вариацией на тему третий. замок теперь в форме треугольника. Вот такой интересный замок, да? Со стороной 20 метров разбит на 16 треугольных залов со сторонами 5 метров. Не знаю, зачем тут 25, но суть в том, что это вот так устроено. Вот. В каждой стенке между залами есть дверь. Какое наибольшее число залов сможет обойти турист, не заходя ни в какой зал дважды? Тут уже как бы спрашивается не просто доказать, что все нельзя обойти, а какое наибольшее, да? Паузу ставим. Прогуляюсь туда. Прогуляюсь обратно. Ну, дело в том, что здесь тоже можно, это на самом деле тоже можно раскрасить в шахматный порядок. То есть, это как бы просто немножко по-другому, да? Но мы можем раскрасить через одну их, и тогда получится, что вот так, если раскрасить, то любой путь, который я могу здесь нарисовать, он всегда, вот так же, как в той задаче, будет чередовать соответственно, черные клетки и белые, в нашем случае зеленые и белые. Поэтому любой путь, который можно нарисовать, если он четный, он пройдет через одинаковое количество зеленых и белых. Если не четный, то максимум на одну можно больше сделать одного из цветов. Но здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять зеленых и раз, два, три, четыре, пять, шесть белых. Десять зеленых, шесть белых. Соответственно, три зеленых точно никак не будут покрыты. Точно, точно не попадем. Ну, потому что иначе наш путь уже перекос имеет как минимум в два. То есть максимальный перекос внутри пути должен быть один. Ну и, соответственно, максимальная разница между этими и этими будет один, а у нас разница четыре. То есть три, точно три черных зала никогда не могут быть посещены. Три черных зала. Ну и осталось доказать, что все, кроме трех, посетить можно. То есть ответ в этой задаче тринадцать и доказательство, что больше я уже провел, а то, что можно тринадцать, да вот хотя бы так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну тут довольно просто. Любая попытка нарисовать приводит к тринадцати. Вот. Ну и наконец, наконец, бонус трек из другой олимпиады выглядит так. Дано n факториал плюс n в кубе плюс один простое. Если честно, я даже не знаю, бывает ли так. Но, наверное, раз говорят, что дано, значит, при некоторых n бывает. Доказать, что n квадрат плюс два является суммой двух простых. Когда я посмотрел на эту задачу, я совершенно завис. Она мне показалась очень красивой, но я совершенно не понял, что с ней делать. Вначале я совершенно не мог понять, совершенно. Потом я некоторое время посмотрел. Вы тоже смотрите. Нажали на паузу? Подумали? Прекрасно. Смотрите, что это такое и как оно связано с этим. n в кубе плюс один равно n плюс один умножить на n квадрат минус n плюс один. Это знают все. Но дело в том, что n плюс один прибавить n квадрат минус n плюс один равно n квадрат плюс 2 n сократилось. Поэтому фактически если вдруг удастся установить, что вот это и это простые числа, то задача будет решена. А как можно понять, что какие-то два числа простые? Ну, надо посмотреть на условия, что нам дано, да? Давайте, что нам дано. Дано, что n факториал плюс n плюс один умножить на n квадрат минус n плюс один простое. Давайте предположим от противного, что одно из этих чисел составное. например, это. Тогда оно равно альфа умножить на бета. Где альфа и бета? Ну, они оба меньше n, очевидно. тут можно первые отбросить какие-то n равно единице. Наверное, неинтересно и случай, да? Скорее всего, тут даже как сказать? Тут даже в условии n больше единицы. я, сказать, я не уверен, что это, я не переписал себе, что n больше единицы в условии, но очевидно, что имеется в виду, иначе будет просто неверное утверждение, да? Вот, значит, соответственно, при n больше единицы уже ясно, что если у нас произведение вот так вот устроено, да, равно n плюс 1, вот, если бы так было, то и альфа и бета были бы меньше, чем n. Ну, а тогда, да, ну, это то же самое здесь, да, то есть, если какое-то произведение здесь будет, гамма на дельта, в данном случае одно из них будет меньше n. Здесь оба меньше n, здесь одно из них будет меньше n, потому что это число меньше, чем n квадрат. соответственно, если бы одно из них не было простым, то был бы множитель меньше n у него, но тогда он входит сюда в n факториал, потому что n факториал произведение всех от единицы до n. И тогда вот здесь делится на n и здесь, ой, на дельту и здесь делится на дельту. Ну, и, соответственно, на альфа, на бета. То есть, любой множитель этого числа меньше n и входит сюда и это сразу противоречие. И один из двух множителей этого числа тоже меньше n значит входит сюда и сюда и получается, что все вместе делится на дельту, что противоречит тому, что это число простое. Поэтому из простоты этого числа действительно следует однозначная простота вот этих двух. Это довольно круто, да, что как бы из простоты чего-то следует простота чего-то другого. Там вообще редко такие утверждения верны. Вот. Так что это задача классная, красивая и вот так неожиданно решается. Ну вот на этом я хочу всем сказать Маткуль пока. К Светиным задачам мы будем время от времени возвращаться. субтитры сделал DimaTorzok